Что делать, если изучаемые нами шкалы не интервальные и даже не ранговые? Вот, например, признак из списка ценностей из базы ESS. Important to seek fun and things that give pleasure. Это шкала ранговая, потому что в ней 6 градаций, и эти градации не привязаны к какому-то конкретному эталону или единице измерения. В таких случаях существуют так называемые непараметрические методы, которые выполняют функции аналогичные функциям Т-критерий или Т-теста, что синонимом является. Познакомьтесь с их работой, и заодно проведем параллели с соответствующими Т-критериями. Плюс бонусом выполним маленькое методическое упражнение, которое состоит в том, что мы оценим, насколько устойчивы непараметрические и параметрические методы к ранговости шкалы, именно ранговости, а не интервальности. Мы это проверим следующим образом. Два одинаковых признака, одинаковые значения для каждого респондента, но закодированы по-разному. Единичка в первом – это 0 во втором, двойка – это единица, тройка – это десятка, четверка – это сотня, пятерка – это тысяча, и шестерка – это десять тысяч. Итак, сначала посмотрим, как работает аналог Т-теста для одной выборки. Запускаю сам по себе сначала Т-тест, сколько уж мы хотим сравнить. Для этой перемены, допустим, я предполагаю, что значение наиболее распространенным будет, ну, в смысле, значение, которое репрезентирует выборку, будет little like me, допустим так, я взял наугад, четвертое значение. Выставляю его и запускаю. Т-тест показал, что средняя равна не четырем, и отличие от четырех значимы. По такой логике получается, что в признаке близнеце должно быть среднее значение в районе сотни. Точнее, в районе десяти, потому что один – это ноль, два – это один, и три – это, собственно говоря, десять. Запускаем при таких условиях и видим, что и близко не десять. длинные камеры По этой теме, это ст vorsко, По этой теме, куда тебе мне И в порядке.